Эта клиентка обратилась с вопросом о том, почему у нее образовывается синяк на ногте, точнее под ним, и также жаловалась на шишечку в зоне кутикулы. В тот день она пришла с установленной титановой нитью и сказала, что ее подолог ей сообщил, что титановую нить можно носить месяца 3-4. У меня есть видео об этом чуть ниже в ленте. Ну а мы в общем-то ей в тот раз титанку старую сняли, покрытие убрали, которое в кавычках было тонко нанесено, и в итоге сделали зачистку и потом установили 3ТО-скобу. И вот сейчас уже проблем с врастанием ногтей у нее нет, ничего не болит, но есть проблема в виде огромного синяка, который мы сегодня и будем зачищать. Гематома вышла из-под кутикулы, то есть полностью отросла, и теперь мы ее уберем. Убираю я, кстати, ее с помощью твердосплавной фрезы маленького шарика от Биотек. Прошу вас взять на заметку, если кто работает с такими случаями, ведь зачистка с помощью шарика это очень удобная штука. Можно точечно распилить ноготь там, где нужно, ну и потом уже с помощью кюретки и прочего достать. И не побоюсь этого слова выпотрошить всю эту гематому, потому что похоже реально на какое-то потрошение. Вот так выглядит синяк изнутри, это не что иное, как просто банально запекшаяся красная жидкость. На всякий случай такое слово повторять не буду, хотя в принципе, наверное, по-любому не пустят это видео, в любом случае его будут блокировать. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайк и напишите комментарий. Посмотрите, как круто справляется этот маленький шарик со всеми сухариками, со всеми ненужными частями. Ну и дальше уже после того, как основная часть гематомы у нас зачищена, я перехожу к обработке кожи вокруг ногтя с помощью алмазной фрезы. Я убрала все, что мне мешало. Дальше у нас снова в руках кюретка. Это вообще самая незаменимая, самая важная часть, наверное, самый важный инструмент, точнее, в работе пода. Без него реально ловить просто нечего. Супер жидкость, обратите внимание, выскакивает в левом верхнем углу. Это называется жидкое лезвие. Мы все зачистили и пока оставляем так, потому что части ногтевой пластины у нас тут не хватает. И будем ждать, когда отрастет.